Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня хочу представить следующую свою икону, которая недавно была закончена, уже полакирована и покрыта кристаллами Сваровского. Матерь Божия, Иисус Христос. Размеры иконы 43 на 33 см. В реальности она смотрится еще интереснее. И Матерь Божия со своим ребенком, Иисусом Христосом. Я уже говорила на своих видео, что икона – это окно в духовный высший мир. Значит, благодаря, вернее, с помощью молитвы мы можем навязать контакт с тем высшим миром. И вообще, зачем человек молится? Человек молится прежде всего, чтобы иметь связь с высшим началом, с Абсолютом, с Богом. Чтобы не чувствовать себя одиноким. Чтобы чувствовать помощь, поддержку со стороны этого высшего начала, со стороны Бога. Ну и, конечно, благодаря молитвы, через молитву, если мы имеем икону какой-то святости, мы можем через нее, все равно это идет к Богу, или просто молиться к Богу. Поэтому мы можем просить, просить – это начало Бога о помощи, что нам нужно прежде всего. Но самое главное, как я уже говорила, что в своих молитвах мы должны восхвалять, благодарить Бога, Вселенную, благодарить за все то, что имеем. Надо, конечно, найти для себя метод, способ соединения с Богом. Существуют разные методы и методы релаксации, методы уединения, медитации и, конечно же, молитвы. Молитвы, например, перед иконами. Прекрасная эта икона – Матерь Божия с Иисусом Христом. Когда вы почувствуете, что вы не одиноки на этой земле, не считая своих родных, не считая друзей, а что существует еще такое высшее, такое необъяснимое даже, только которое можно только почувствовать, любящее существо, любящее начало, то вы станете более чувствовать себя беспечнее, более счастливее. Ну и, конечно же, как говорится в Библии, и стучите, и вам будет открыто, и просите, и вам будет дано. И если мы будем обращаться за помощью, только правильно обращаться в молитве, то нам будет оказана помощь. Удачи! Удачи во всех начинаниях! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok